Контактировавшие с больными омикроном теперь могут гулять на улицах. Минсельхоз принял меры. Борщевой набор, молоко и крупы перестанут дорожать. По социально значимым товарам у населения нет практически выбора. То есть это товары реально первой необходимости, которые они все равно будут покупать, даже если цены вырастут. И поэтому это очень сильно бьет по кошельку. Олимпиада не только в Пекине. За первые места соревнуются школьники России. В прошлые годы проходной на Всероссийскую Олимпиаду было где-то в районе 49-50, может быть, баф там по разным классам. То есть где-то 7-8 задач должны решить ребята, чтобы пройти на Всеросс. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Софья Чугунова. Казанский федеральный университет улучшил показатели в мировом рейтинге ранжирования вузов Webometrics. Теперь он на 768-м месте. В национальном разрезе КФУ сохранил свои позиции в десятке лучших вузов России, закрепившись на 9-м месте. Основной целью рейтинга является повышение присутствия академических институтов в сети интернет и содействие развитию принципов Open Science. По сравнению с результатами прошлого рейтинга, который вышел в июле 2021 года, мы несколько укрепили свои позиции и в настоящее время занимаем 768-ю позицию в мире. Во многом это связано с улучшением динамики по показателю визибилити. В России отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19 из-за особенностей эпидемического процесса штамма Omicron. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Еще в конце января постановлением Роспотребнадзора было утверждено, что срок карантина после контакта с больным коронавирусной инфекцией сократился с 14 до 7 дней. Несмотря на заразность и стремительное распространение нового штамма Omicron, ученые и медики отмечают, что данная разновидность коронавируса протекает легче, чем другие типы болезни. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что данное решение принято с целью обеспечения людей возможностью спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Многие страны мира также сокращают длительность карантина для контактировавших с больными COVID-19. Так, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляции длится 5 дней. А в Германии привитые и переболевшие люди могут не изолироваться вовсе. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома 10 дней. Но при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген, этот срок сокращается до недели. Могут ли эти быть люди больными? Безусловно, если они контактировали. Могут ли они быть, в результате этого, заразными? Да, тоже могут быть заразными. Мы знаем, что часть, достаточно существенная, людей больных новой коронавирусной инфекцией переносит ее в маловыраженном или без симптомном состоянии. Несмотря на ослабление антиковидных ограничений, власти продолжают мониторить количество случаев заражения COVID-19 и выделяют средства на исследование и выявление нового штамма Omicron. Он по-прежнему опасен для невакцинированных, пожилых людей, а также для граждан с хроническими заболеваниями. Исходя из тех позиций, что на сегодняшний день эффективного противовирусного средства как не было, так и нет для амбулаторного применения, то есть мы не имеем возможности вылечить коронавирусную инфекцию, можно лишь поддержать организм, помочь ему выжить и в нормальное состояние сходить, пока организм сам не справится. То есть вакцинация является единственным способом профилактики коронавирусной инфекции и подготовки нашего организма к встрече с коронавирусом. Других вариантов просто нет. Штамп коронавируса Omicron спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 155 768 новых случаев инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню двумя дозами привиты более 79 миллионов россиян. Число заболевших среди них не превышает 4%. Надежда Мещерякова, Универтньюз. На полигоне «Карбон по Волжье», оператором которого является Казанский федеральный университет, установит пульсационную систему для измерения потоков парниковых газов. 40 миллионов на закупку оборудования выделил Татхиминвестхолдинг. В 2022 году Татарстан также получит до 150 миллионов рублей федерального финансирования для мониторинга выбросов в атмосферу парниковых газов на карбоновом полигоне. Минсельхоз России поддержал идею ограничить наценки на социально значимые продукты. Чем может обернуться очередное госрегулирование цен, смотрите далее. Сдержать растущие цены на продукты непросто, особенно в начале года. С 2020 года крупные ритейлеры, включая «Магнит», «Пятерочку» и «Карусель», уже вводили нулевые наценки на отдельные категории социально значимых товаров. В январе магазины согласились ограничиться наценкой в 10-15%. Однако Минсельхоз России считает, что 5% уже потолок. Новая политика регулирования цен затронет молоко, хлеб, сахар, крупы и овощи борщевого набора. Есть небольшое количество очень крупных продавцов, то есть это так называемый рынок олигополий. И каждый из этих продавцов может достаточно сильно влиять на цены на рынке. Таким образом, цены, если рынок не регулировать, цены будут очень сильно отклоняться от оптимальных, то есть от равновесных цен. И в такой ситуации как раз государство вынуждено прибегать к мерам госрегулирования, то есть ограничивать, допустим, рост цен на те или иные категории товаров на подобных рынках. Пытаясь компенсировать упущенную прибыль, ритейлеры могут поднять цены на другие категории товаров, считает экономист Казанского федерального университета. Поэтому россиянам стоит морально подготовиться к новым ценникам в магазинах. Ариадна Кугушева, Универньюз. Министерство здравоохранения Республики Татарстан сообщило о приостановке плановой амбулаторно-поликлинической помощи со 2 февраля, в том числе профилактических медосмотров и диспансеризации определенных групп населения. Введение мер связано со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ограничения коснутся и университетской клиники Казанского федерального университета. В Пекине стартовала зимняя олимпиада, а тем временем в России начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Подробнее с места событий расскажет наш корреспондент. Региональный этап олимпиады по математике проходит в стенах IT-лицея Казанского федерального университета с 3 по 6 февраля. Два дня уделены решению олимпиадных заданий. Далее школьники узнают свой результат, видят свою работу и имеют возможность подать апелляцию на дополнительные баллы. Региональный этап проводится среди учащихся 9, 10 и 11 классов. На этой стадии олимпиады они соревнуются между собой за право пройти на всероссийский этап. Оба тура теоретически. В обоих турах представлены задачи, ну, более-менее на разные темы математики. То есть всегда в варианте с пяти задач есть задачи и по комбинаторике, и по алгебре для теории чисел, и по геометрии. Школьникам предлагается 10 задач, 5 задач в первый день и 5 задач во второй день. Помимо регионального этапа в стенах IT-лицея проходит олимпиада имени Эйлера. Математическое соревнование создано для учащихся восьмых классов и не включает в себя всероссийский этап. Для математиков юниорская олимпиада – это возможность проверить свои познания и подготовиться к более серьезной олимпиаде на будущее. В прошлые годы проходной на Всероссийскую олимпиаду было где-то в районе 49-50, может быть, баллов там по разным классам. То есть где-то семь-восемь задач должны решить ребята, чтобы пройти на Всеросс. В региональном этапе участвуют лучшие школьники со всей республики. Иногородние учащиеся во время регионального этапа по математике размещены в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, недалеко от IT-лицея. Уже 6 февраля участники олимпиады узнают свои результаты. А вскоре после этого будет сформирована сборная Республики Татарстан, которая отправится на всероссийский этап. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте управления экономикой и финансов проходит обучение студенты совместной образовательной программы Казанского федерального университета и Национального университета Узбекистана имени Мирзоу Лукбека. С 1 по 8 февраля 43 иностранных обучающихся послушают лекции, посетят практические занятия, знакомятся с деятельностью Казанского университета. На этом все. В студии была Софья Чугунова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok